Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим говорить про фоновые задачи для ASP.NET Core. Мы говорили про них в версии номер 2, и я показал одно из решений, которое на самом деле уже работает и работает на нескольких проектах. Я хочу сегодня показать другое решение, будет разговор про очередь этих самых задач, и в общем давайте приступать. В предыдущем видео, как вы помните, номер 2, который называется BackgroundWorks, я показал решение на базе таблицы, которая называется Work, ну то есть Works, и одни механизмы туда складывали задачи определенного типа, другие механизмы подымали, то есть загружали эти задачи и запускали их на выполнение, переводят через k-switch, грубо говоря, на нужные методы, на нужные рельсы, так сказать. Какие плюсы этой реализации? Ну, перед вами список задач в этой таблице, они персистентны, то есть хранятся в базе данных, вы можете отслеживать их состояние, результаты выполнения, делать вложенные задачи, в общем есть определенные плюсы, но если вам этого не требуется, можно, собственно говоря, пойти по другому пути, посоздать очередь вот этих задач на базе Hosted Service, и просто закидывать туда задачи, которые будут по очереди в этой выполняться. Ну, а для начала нам, конечно же, нужно создать очередь, я сейчас открою ссылку на документацию, так, это нам больше не потребуется, здесь есть вот Queue Account Tasks, и, в общем-то, я не сделаю ничего умнее, кроме как скопирую эту всю штуку и помещу в нашу папку, ну, здесь у нас есть working, давайте создадим новый, назовем его, ну, путь будет jobs, и здесь создадим файл какой-нибудь c-sharp, и я сделаю вот так, ctrl-v, да, хочу, и, соответственно, мне нужно еще скопировать сам вот этот сервис Hosted, я тоже его сюда помещу, и мне нужно опять добавить референции, ну, вот как-то вот так, ну, а теперь я применю магию ReSharper и сделаю таким вот образом растолкать все по файлам, итак, у нас вот Queue Service, у нас есть интерфейс, который позволяет добавить задачу непосредственно в очередь, и есть его имплементация, где, собственно говоря, мы это сейчас и будем запускать, ну, давайте для начала запустим, проверим, что это работает, давайте здесь, я так понимаю, что не хватает read-only, да, а здесь у нас не хватает null, наверняка, да, именно так, и нам нужно это добавить в сам интерфейс, да, хочу, все, теперь у нас все готово, кроме того, что у нас нужно теперь вот этот вот background, вот этот Queue Hosted Service, нужно заюзать его, так сказать, так, это еще не все, и нужно его заюзать непосредственно в хостед-сервисах, вот у меня контроллер, я отключу из предыдущей реализации и добавлю вот этот сервис, процесс, который у нас пока лежит здесь, так, это нужно убрать, и таким образом получается у нас настроено все, кроме того, что нужно добавить вот этот вот интерфейс и его реализацию в, собственно, в контейнер, вот процесс, вот его реализация, ну и, как вы понимаете, там это все работает именно в очереди, очередь должна сохраняться, и здесь поэтому я напишу singleton, теперь все готово, чтобы это заработало, осталось только, осталось только заюзать это, ну и для начала мне нужно определиться, где я буду вызывать эту штуку, которую буду стоять в очередь, у меня есть контроллер, который называется каталог, и там есть метод, который называется вот, request update, ой, rates update request, в общем-то давайте в нем сразу и сделаем, потому что здесь как бы должен вот этот вот первый воркер, как бы должна выполниться какая-то работа, которая положится в таблицу, потом, в общем, мы вот эту штуку отключаем и будем писать новую реализацию, как вы помните, у нас есть интерфейс специальный, ну, давайте я его сейчас сюда добавлю, этот интерфейс не вызывается iBackgroundTaskQ, давайте я так и назову, backgroundTaskQ, сделаю его, сделаю его, сделаю его как свойство, в смысле как, как он называется, field, и теперь смотрите, у меня есть backgroundUworker, здесь я могу queue новую месседж, ну, и здесь у нас, как вы понимаете, токен, который я буду передавать в эту задачу, и здесь у меня, ну, давайте, допустим, давайте сделаем так, консоль в write, нет, давайте сниппет заюзаем, консоль в write, вот, и типа work complete, а до этого сделаем task, ну, допустим, delay, time span from, допустим, что у нас, где у нас секунс, ну, допустим, 4, ну, пусть будет 4, и здесь сделаем, давайте сделаем await, и здесь поставим async, вот, таким образом получается, что у нас какая-то задача в background будет выполняться, и по ее выполнению мы увидим сообщение work complete, и, ну, в общем, теоретически мы можем сюда поставить любую задачу, я потом продемонстрирую, и давайте ее запустим. отлично, у меня есть задача, ой, то есть у меня есть контроллер, я авторизовался, вот он каталог, вот этот метод, здесь мы сейчас увидим, давайте здесь параметры поставим 1, 1, я ее выполняю, задача поставлена, считаем до 4, 3, 2, 1, 1, и, как вы видите, через какое-то время задача выполнется. ключевой момент в том, что, когда я нажимаю execute, у меня сразу же возвращается result, то есть задача поставлена, очередь, и где-то в background она выполняется, то есть вот вы видите, что она закончилась второй раз. Соответственно, я не задерживаю интерфейс, все отрабатывает достаточно быстро, через каких-то там 900 миллисекунд, и вот прошло 4 секунды, опять отработал work. Что дальше? Дальше будет интересно. Смотрите, как только я попробую здесь заюзать какой-нибудь, ну, давайте так, я сейчас здесь создам work в таблице, то есть реальную задачу выполню, но не для того, чтобы это обработать, а просто как демонстрация обращения к базе данных, то есть через unit work, в общем, какое-то должно действие. Ну, давайте представим, что вот это другая задача, которая делает не просто создание в таблицу, сейчас скажу, works, вот это вот, сейчас она у меня пустая, не только в эту таблицу что-то запихивать, а, допустим, там то, что у нас раньше должно было выполниться, вот по этой price calculation, то есть там запрос в базу, обновление каких-нибудь рейтов, каких-то там внутренних коэффициентов, потом сохранение, то есть это должно было выполняться в background. Ну, и на выходе, когда у меня эта задача закончится, здесь я должен запустить или следующую задачу, да, там какой-нибудь next run, какой-нибудь task, ну, то есть то, что у меня было в связке, когда одна задача за другой выполнялась, описанная в предыдущем видео. Ну, здесь я этого делать не буду, я просто покажу, что это сейчас работать на самом деле не будет. Давайте запустим еще раз, то есть я пытаюсь реальную задачу выполнить, а это единственное, что делает задача, она просто в базе данных, в какой-то базе данных создает какой-то там объект, неважно для чего, мы сейчас на это опускаем глаза, то есть вот здесь у меня будет exception, и вы сейчас это увидите. Ну, я закрою старое, смотрите, я вызываю task, task вернулся, у меня пошел бряк, и как вы видите, у меня exception, и он на самом деле очень неприятный. Это, сейчас покажу, это чаще всего случается, когда у меня application.db.context пытается использоваться, но он уже задиспользовался, то есть он удален из памяти, и я обращаюсь, ну, то есть не туда, куда нужно, то чего нету. Это такая нетривиальная задача, сейчас это у меня, естественно, будет exception, ошибка, вот, и мы этот exception видим. И, кстати, мне должен быть exception, а показывается инфо, да, давайте проверим, мне это не очень нравится, а, ну, вот, да, кстати, используется один и тот же инфо, видимо, в котором здесь exception отправляется, но давайте поправим это быстренько. Это делается очень просто, я делаю вот так, я делаю вот так, здесь говорю, failed, нет, давайте вот так вот, failed, и здесь говорю, что мне стринги не нужны, ну, в хорошем смысле, конечно же, это я удалю, здесь теперь поставлю error и скажу, что, ну, в общем-то, вот так, типа, есть ли exception равен null, ну, я вот таким вот вариантом сделаю, а в противном случае, ну, это только сейчас, ой, так вообще, конечно, нужно сделать разделение полноценное, и здесь скажу логгер, здесь скажу как раз этот самый exception. Теперь у меня будет error, давайте проверим, что это работает, нет, пока не будет работать, вот теперь, да, я знаю, мне кажется, Visual Studio уже давно должна научиться, сама автоматически ставить точку запятой там, где только ее не хватает. Ну, это так, мысли вслух, поехали дальше. Так, задача стартанула, я говорю execute, и вот он, exception, дальше, упс, и да, теперь это exception, он теперь красненький, ну, то есть то, о чем я говорил. Ну, и чтобы решить эту проблему, мы сделаем некоторое количество изменений в этом воркере, вот, queued hosted service, вот он, мы здесь делаем, даже не столько здесь, хотя, да, наверное, здесь, давайте его обучим работать с нашей системой, с нашими контекстами, потому что для того, чтобы application.db, ну, то есть unit.work работал, его нужно работать, запускать в скопе, и этот скоп мы сейчас создадим. Итак, первым делом, давайте закроем все окошечки, и здесь создадим новый интерфейс, который назову iBackground, ну, пусть называется job, это будет интерфейс, и в нем будет только один метод, который называется execute async, айсинк, но для того, чтобы его запустить, мне нужно сюда отдать iServiceProvider, и cancellation token, cancellation token, cancellation token, cancellation token, ну, конечно, в eBQL, да, вот, и, упс, этот интерфейс можно будет использовать как, как, ну, да вот так, короче. Теперь мне нужно изменить вот этот cue, и здесь создать, что у меня возвращается не task, а непосредственно этот самый интерфейс, так вот, так, давайте сделаем вот так, здесь делаем вот так, и вот так, и, по большому счету, мне здесь task, ладно, пусть остается, вот, и, соответственно, мне нужно поменять в самом интерфейсе, вот здесь, ё-моё, где он, control C, control V, control V, да, хочу. таким образом я буду вставить задачи, для которой называется background job, то есть все его реализации будут иметь метод, который называется execute, и, соответственно, для того, чтобы он заработал, мне нужно вот здесь, после получения задачи, я когда делаю DQ, у меня здесь будет вот этот самый work item, и вот здесь я должен сказать, что у меня, ну, пусть называется job, а здесь уже будет job execute, и здесь я должен сказать, ну, во-первых, await, вот, а сюда я должен отдать тот самый stopping token, и должен сюда сервис провайдера дать, и где же мне взять этот сервис провайдер, ну, очень просто, я его могу сюда заинжектить, i-service-provider-introduce, так, и теперь у меня здесь, давайте сделаем invoc, ну, вот такой более защищенный вариант, здесь поставим восклицательный знак, а здесь поставим вопрос, вот таким вот образом, то есть получается, что у меня background worker будет дергать это место, то есть, которое запускается в execute базового класса, который background service, и в этот метод, при вызове, я буду отправлять этот сервис провайдер, который должен будет реализоваться, ну, в том методе, где, в том классе, который будет унаследован от этого интерфейса, теперь для того, чтобы мне это сделать, мне нужно создать work, то есть тот самый, вот этот background work, это я сделаю таким вот образом, пусть он называется вот так вот, теперь мне нужно здесь такую штуку сделать, и, допустим, чтобы сильно, конечно, не мудрствовать, я сделаю вот таким вот образом, я найду ctrl-t worker, и здесь у меня есть вот append, я просто скопирую вот этот вот код, ну, будем считать, что мы там какие-то действия в базе данных делаем, такие серьезные, что, ну, быстрые, в общем-то, я просто сохраню в базу какую-то сущность, async, неважно, какого у меня, главное показать, какая-то работает, так, мне нужен blogger, и мне нужен так, для этого я сделаю здесь actor, iLogger, background job, ой, логер, вот так, и здесь, соответственно, нет, не так, логер, и здесь тоже, логер, вот так, ctrl-t, так, теперь мне нужно здесь unit of work получить, собственно говоря, то, к чему я и стремился, я здесь могу получить iUnit of work, ну, и, в общем-то, или как у вас там, репозиторий, или еще как-нибудь, ну, то есть то, что может работать с db-контекстом, в контексте, опять же, одного скопа, то есть то, что нельзя сделать, когда мы запускаем напрямую task, ну, и cancellation token, это у меня будет токен, ну, и, как вы понимаете, теперь я должен эту штуку как-то получить вот в этом методе, который называется, сейчас, скажу, mediator, каталог, вот, rates, update, ну, здесь тоже нет ничего сложного, теперь мне здесь тоже нужно сделать inject, ну, я его назову job, и сделаю, как, ну, можно и так, конечно, но я предпочитаю делать field, ну, а теперь, смотрите, я сюда просто делаю job, даже вот так могу сделать, нет, не так, я хочу сделать return, ну, е-мое, так, давайте, вот так, все сотру, что-то, где, вот, job, вау, так будет лучше, ну, то есть, таким образом, я должен, еще, помимо того, что, получить этот job, я его должен зарегистрировать в контейнере, ну, и, соответственно, у меня, таких job, ну, понятно, что он будет у меня transient и control и вот таким вот образом, ну, а теперь давайте запустим это все и увидим, что у нас вот в этом job, вот в этом месте, вот здесь вот, экземпшена не будет, а мы попадем сюда, вот смотрите, я запускаю, мне, вот, ответ пришел, где-то там делается работа и у меня ничего не получилось, давайте посмотрим, воу, у меня как раз получилось то же самое, ну, то есть, теперь у меня получилось, что не получилось, то есть, я сказал, что создам этот самый скоб, ну, как вы понимаете, я его не создал, ну, давайте все-таки его создадим, нажимаем стоп, сворачиваем, закрываем, давайте этот скоб все-таки создадим, и вот для чего я провайдер прокинул, но почему-то не использовал, using var скоб сервис провайдер create скоб, не, 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 скоб, и теперь у меня вот этот вот юнит ворк, вот здесь он не нужен, потому что я буду получать его только вот здесь, var unit work скоб, то есть, где, собственно говоря, я буду его брать, сервис провайдер, get required сервис, а юнит of work, вот теперь, давайте его переименую, unit work, вот теперь у меня это работает в отдельном скобе, и соответственно, теперь у меня ошибки не будет. Давайте запустим еще раз, пошла работа, упала бряка, ну и как вы понимаете, теперь у меня экземпшена нет, она проскочила, я запускаю дальше, и смотрим в табличку, нажимаем обновить, в общем, все работает, с базой данных, без проблем, то есть, у меня в бэкграунде отработал этот work, давайте даже я сейчас вот так вот бряку уберу, и сделаю еще раз, вызов, вот, одну секунду отработал, смотрим, теперь у меня две, еще раз повторюсь, не надо смотреть на конкретный тип сущности, и у меня задача показать, как можно вот этот task work, этот бэкграунд task work, обернуть таким образом, чтобы он работал с тасками, собственно говоря, с использованием вот этого самого скоба, ну и на этом, наверное, все, если будут вопросы, я, в принципе, готов ответить, а проект, я также, ну, закамичу его в тот самый, в этот, гитхаб, где вы, собственно, в записание можете в него попасть, на этом, наверное, все, всего доброго, и, собственно говоря, удачного вам дебага. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok